Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам про некоторые фишки, которые помогут вам быстрее освоиться в геншин-пакте, если вы только начали играть. Ну что, а мы начинаем! Первая фишка по поводу прокачки. Все вы знаете, чтобы улучшить вашего персонажа, вы можете улучшать оружие, которое он использует. Также, чтобы сделать персонажа сильнее, вы можете улучшать артефакты, которые он использует. Возможно, вы не знали, что можно прокачивать еще и способности самого персонажа. Например, вы выбираете раздел таланты и выбираете какой-то навык. Нажимаете на кнопку повысить, и тут вам будет предъявлен список необходимых материалов, которые нужны для прокачки. Например, вы можете улучшить свою обычную или заряженную атаку и все остальные способности, в том числе и ульту. Вторая полезная вещь, которая может пригодиться новичкам. Например, чтобы выбивать вот эти вот ресурсы, вы можете не просто ходить данжи, но и крафтить их еще с помощью алхимии. Например, в самом первом городе, в Манштадте, есть вот такой вот персонаж, и рядом с ним стоит обелиск. Просто подходим к нему, и давайте посмотрим на рецепты, что тут можно сделать. Вы можете делать из слабых ингредиентов их улучшенные версии, посредством их объединения. И вам не придется вновь проходить те подземелья, чтобы выбить ту или иную шмотку, если у вас ее не хватает. Также в городах вы можете найти вот такого символа на карте. Это сувенирная лавка. В сувенирных лавках вы можете купить за особую валюту уникальные предметы. Помимо вот этих вот предметов, которые падают из подземелья, вы можете купить вещи, которые понадобятся вам для прокачки созвездий вашего персонажа, которые неплохо так улучшают ваши способности. И как раз вот эти вот вещи и нужны. Также иногда у вас бывают ситуации, когда деньги просто заканчиваются. В таких случаях вы можете поформить артерии земли, цветы богатства. Выглядят они вот так. И при нажатии на них у вас появятся вражеские персонажи, которые начнут вас атаковать. Чтобы открыть этот цветок, вы должны израсходовать уникальную валюту, первородную смолу. Первородная смола пополняется спустя какое-то время. И вы получаете заслуженную награду. На моем 37 ранге приключений у меня 160 единиц смолы. То есть вы сходу можете очень быстро пополнить запас своего золота, потому что за одну артерию вы тратите 20 единиц первородной смолы. Аналогичная ситуация, если вам нужно прокачать вашего персонажа. Существуют вот такие вот артерии земли, цветы озарения. В награду за их прохождение вы получите книги опыта для прокачки вашего персонажа. Выглядят они аналогично артериям богатства, и при их активации появятся агрессивные мобы. Если вам по зарез нужна первородная смола, то вы можете быстро восстановить из расхода слабую смолу или камни истока. Но я не рекомендую вам этого делать, лучше копить эту валюту. Это мой горький опыт. Также в разных городах вы можете встретить вот такие вот значки на карте. Это специальные персонажи, которые дают задания за репутацию. Из-за их выполнения вы можете получить валюту. Вы можете убивать монстров на заказ разного уровня сложности. Выполнять просьбы жителей, в основном это квесты принеси-подай. Исследовать мир в целом. Или выполняя уникальное задание, которое будет отображаться на карте восклицательным знаком голубого цвета. Выполняя это все, вы повышаете уровень репутации с данным городом, и вам будут давать вот такие вот уникальные награды. Также, путешествуя по миру, вы будете встречать вот такие вот статуи архонтов, которые будут открывать вам территории. И также, если вы подойдете к ним ближе, восстановят хп всем вашим персонажам. Собирая специальные артефакты, в каждой локации они разные, вы будете улучшать уровень данных статуй. И аналогично конструкции, которые можно прокачать, вы будете получать награду в виде выносливости и мелких бонусов. Бегая по миру, вы скорее всего наткнетесь на вот такие вот скалы. И для того, чтобы по ним подняться, вы наверняка будете использовать вот такой вот рывок, на который расходуется очень много выносливости. И, к сожалению, если вы не достигнете вершины, и выносливо закончится, вы упадете. Но вместо этого, вы можете медленно ползти без вот этих вот рывков, что позволит вам экономить силы и забираться на более высокие горы или препятствия. Но я не предлагаю вам полностью отказываться от этих рывков. Просто вы должны грамотно рассчитывать свою выносливость. И если вы чувствуете, что вы даже с рывками доберетесь до вершины, тогда, пожалуйста, тише едешь, дальше будешь, как говорится. А вам приятной игры, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин